Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Ростов-на-Дону атаковал ИГИЛ крылатыми ракетами. Российская субмарина произвела залп о Сирии и Средиземного моря. Со слов Путина, ракеты не ядерные, но могли таковыми быть. Высокоточное оружие. Причем может оснащаться как обычной боеголовкой, так и специальной боеголовкой, то есть с ядерным исполнением. Надеюсь, никогда и не потребуется. В сирийском Хомсе устали от четырехлетней войны. В результате переговоров радикальные исламисты покинули город вместе с семьями и оружием в руках. А умеренные повстанцы и правительственные войска прекратили огонь. Мы это сделали без вмешательства соседних стран. Переход количества в качество. Президент Афганистана Гурбангулы Берды Мухамедов призвал увеличить число общенациональных праздников, чтобы сделать свой народ абсолютно счастливым. В российском городке Донецке возобновился судебный процесс над похищенной и вывезенной в Россию украинской летчицей Надеждой Савченко. На лжи о том, что Савченко якобы отпустили, строится обвинение в том, что Савченко пришла к границе. В украинском Донецке тем временем опять начались боевые действия. В Алма-Ате прошел концерт памяти культового казахстанского певца Батырхана Шукенова. Все деньги пойдут на образование его сына. Россия нанесла мощный ракетный удар по целям в Сирии со своей подводной лодки «Ростов-на-Дону», расположенной в Средиземном море. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично сообщил президенту Владимиру Путину. Российское военное ведомство сразу же после заявления Шойгу распространило видео этого удара. Как рассказал Шойгу Путину, новая российская субмарина «Ростов-на-Дону» впервые осуществила залпы крылатыми ракетами из подводного положения. Этот удар был произведен по личному приказу Путина с целью испытания этого новейшего российского оружия и с целью демонстрации военных возможностей России. Полет ракет и их удары по целям так называемого «Исламского государства» отслеживался беспилотниками и спутниками из космической группировки военно-космических сил России. Как утверждают военные, нанесен существенный удар по складам с боеприпасами и заводу по изготовлению МИН и, цитата, «естественно, по нефтяной инфраструктуре». Одновременно с ракетными ударами с подводной лодки мощнейшую бомбардировку целей в Сирии опять провела российская стратегическая авиация. Стратегические бомбардировщики сбросили за один день несколько десятков тонн бомб на Сирию. Со слов Шойгу, все российские ракетоносцы были обеспечены прикрытием самых современных истребителей на случай возможной атаки иностранных ВВС. Комментируя доклад министра обороны, президент Путин особо подчеркнул, что удары из глубин Средиземного моря наносились крылатыми ракетами двойного назначения, которые при необходимости могут быть быстро оснащены ядерными боеголовками. Но, как подчеркнул российский лидер, он надеется, что применять ядерное оружие не придется. Ракета ХА-101 в целом зарекомендовали себе очень хорошо. Это новое, современное и высокоэффективное, теперь мы это понимаем, высокоточное оружие. Причем может оснащаться как обычной боеголовкой, так и специальной боеголовкой, то есть с ядерным исполнением. Естественно, в борьбе с террористами ничего не нужно. Надеюсь, никогда и не потребуется, но в целом это говорит о значительном движении вперед с точки зрения совершенствования вооружений, техники, которые поступают в российскую армию и на флот. Также министр обороны России предъявил президенту черный ящик со сбитого Су-24. Со слов Шойгу, найти бортовой самописец удалось в результате наступления частей российского спецназа на приграничные с Турцией северные районы Сирии. Напомним, что через несколько часов после падения российского бомбардировщика на границе с Турцией российская авиация нанесла в этот район серию мощнейших ударов. Бомбардировки продолжались почти 15 часов, после чего, как заявлялось, в атаку пошли части сирийской армии. Однако на встрече с Путиным Шойгу уточнил, что наступление вели только спецподразделения российских вооруженных сил. Владимир Путин поручил министру обороны привлечь к расшифровке черного ящика зарубежных специалистов. Но с его слов, каковы бы ни были результаты этой расшифровки, примирение с Турцией невозможно. Также стала известна реакция российского МИДа на протесты Турции по поводу инцидента с присутствием военных с переносными противовоздушными ракетами на палубе российского десантного корабля, проходившего через Босфор. В ответ на протесты Турции российское внешнеполитическое ведомство заявило, что люди с ПЗРК не создают никакой угрозы для международного судоходства в турецких проливах. В сирийском городе Хомс, где в течение четырех лет продолжались ожесточенные бои, похоже, сирийским властям и повстанцам удалось договориться между собой. В одном из крупных районов города Вайер было достигнуто соглашение о прекращении огня. Также стороны договорились о выводе двух тысяч вооруженных повстанцев и членов их семей за пределы Хомса. Примечательно, что повстанцы выходят из Хомса со своим оружием и боевыми флагами. Стороны решили, что ни одна из них не будет считать себя победителем или побежденным. Мы это сделали без вмешательства соседних стран. Ни наши друзья, ни кто бы то ни было не были субъектом наших переговоров. Сирийское правительство пытается создать атмосферу доверия. Около трехсот вооруженных людей и около ста семей уехали отсюда сегодня. Это примерно 400 женщин и дети и некоторое количество других гражданских лиц. Вы видите кадры начала эвакуации повстанцев из Хомса. Город покидают в основном радикальные группировки, включая и тех, что связаны с Аль-Каидой и так называемым исламским государством. Более умеренные группировки, согласившиеся на режим прекращения огня, останутся в Хомсе. Непримиримые сирийские повстанцы из других регионов страны подвергли критике это соглашение как сдачу позиций из-за непрекращающейся осады. Однако сирийские власти видят в этом оптимальный выход и считают достигнутые договоренности первым шагом к национальному примирению. В районах, где действуют соглашения о прекращении огня, повстанческие группировки смогут не только оставить себе оружие, но и контролировать местные общины. Мы надеемся, что станет лучше, что все будет как раньше. Когда-то я возвращался домой в два часа ночи, и никто не спрашивал меня, откуда и куда я иду. Раньше я перевозил свои овощи на машине, а теперь я вынужден ездить на велосипеде. После четырех лет непрекращающейся войны город Хомс был практически разрушен. Наблюдатели считают, что все воюющие стороны просто устали от бесконечной войны. Переговоры длились более двух лет, но примирение стало возможным, когда сирийская армия одержала несколько серьезных побед на подступах к Хомсу. В российском Екатеринбурге вынесли приговор вербовщику ИГИЛ. Магомеда Гиреева, жителя Ингушетии, судили за тысячи километров от дома на Урале. Он через соцсети вербовал местных жителей. Сколько лет тюрьмы он получил и как Гирееву помогли в ФСБ, расскажет Екатерина Пономарева. Пару слов. Согласны? От журналистов убегают родители вербовщика ИГИЛ, 20-летнего Магомеда Гиреева. На оглашение приговора нас не пустили. Военный суд признал его виновным по статье «Содействие террористической деятельности». За это Магомед приведет в тюрьме три года и три месяца и выплатит российской казне штраф в 200 тысяч рублей. Родители вербовщика выглядят как будто счастливыми. Уж лучше тюрьма обронит мать Магомеда, чем знать, что сын в рядах ИГИЛовцев. Мне повезло. Мне со мной провели дискуссию, так сказать, и объяснили, что такое журналист и что не стоит туда ехать. Это видеообращение Магомеда, записанное на фоне стены кабинета ФСБ, появилось в сети накануне. Правозащитники предполагают, что и признание, и раскаяние в этих же стенах из Магомеда выбили пытками. По материалам дела Гиреев сам собирался уехать в Сирию и почти четыре месяца вербовал в ИГИЛ через соцсети и по телефону жителей Свердловской области. Он признан виновным в покушении на склонение и вовлечение лица на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. И это преступление, оно противоречит интересам Российской Федерации. По всем статьям процесс образцово-показательный. Раскаившийся вербовщик, который благодарит следствие, быстрый суд в особом порядке. А на фоне той же стены в том же казенном кабинете ФСБшники по горячим следам записали обращение и матери Магомеда ко всем мусульманским матерям. Пожалуйста, обратите внимание своим родителям, будьте внимательны, узнайте, паспорта у них есть или нет заграничных. Оказывается, у моего сына заграничный паспорт, я не знала об этом. По таким статьям российские суды выносят приговоры все чаще. Но вот на днях в Ставрополье дали от пяти до семи лет банде вербовщиков ИГИЛ. Так что Магомед еще легко отделался отбывать наказание, он будет в колонии общего режима. Екатерина Пономарева до настоящего времени. Нижняя палата таджикского парламента единогласно в среду приняла закон об основоположнике мира и единства лидере наций. Таджикский президент Имамали Рахмон провозглашен лидером нации за выполнение исторической миссии спасителя. Закон состоит из 16 статей, которые регулируют статус действующего президента после того, как он сложит в себя полномочия главы государства. Он, в частности, гарантирует Имамали Рахмону неприкосновенность после ухода с президентского поста. Среди прочего, документ регламентирует порядок проявления уважения к лидеру наций. Принятый закон предусматривает, что в Таджикистане будут созданы библиотеки и музеи, посвященные жизни Имамали Рахмона. Также новый закон предусматривает ответственность за неисполнение принятого документа. Имамали Рахмон стал третьим по счету официальным лидером нации на постсоветском пространстве после Сапармурада Ниязова и Нурсултана Назарбаева. Президент Туркменистана требует сделать массовые торжества еще массовее и торжественнее. На рабочем совещании, прошедшем минувшее воскресенье, Курбан Гулыберд и Мухаммедов говорил о предстоящих праздниках, 20-летнем юбилее нейтралитета Туркменистана и праздновании Нового года. Президент заявил, что в стране накоплен большой опыт в проведении масштабных празднеств. Однако, цитирую, время и актуальные задачи требуют искать новые решения и творческого осмысления всех происходящих в стране грандиозных перемен. Все торжества, по мнению туркменского лидера, должны быть наполнены незабываемыми, высокохудожественными и оригинальными событиями и проводиться так, чтобы надолго оставаться в памяти туркменистанцев. Добавим, что жители республики на праздники сгоняют под угрозой лишения работы, пенсии или отчисления из вузов. Им приходится ждать своего президента по несколько часов, что в последний раз во время открытия отреставрированного стадиона в Ашхабаде в августе этого года закончилось с десятками госпитализированных и тремя погибшими, один из которых был ребенок. На предстоящий юбилей нейтралитета Туркменистана в Ашхабад планирует приехать и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Однако, основной целью его визита станет возможность участия Турции в газовых проектах Туркменистана. Для Турции этот вопрос сейчас очень важен, поскольку сотрудничество с Россией фактически парализовано. В Лондоне разразился скандал, связанный со специальным корреспондентом национального казахстанского телеканала «Хабар» Беллы Кудайбергеновой. Она публично заявила о цензуре в казахстанских СМИ и объявила о своем увольнении из «Хабара». На своей странице в фейсбуке она написала, цитата, «Я наконец-то ухожу из «Хабара». Я поняла, что у меня есть совесть. Я не могу больше врать». О том, как на казахстанских госканалах желаемое выдают за действительное и что грозит журналистам за подобные заявления, с Беллой Кудайбергеновой побеседовала журналист «Радио Свобода» Саня Тойкен. Дезинформация идет просто широкомасштабная и очень глубокая, и не только о ситуации в стране, но и за рубежом. Причем, да, мы являемся теми винтиками, которые заставляют этот маховик крутиться. Мы находим таких экспертов, которые говорят то, что нам надо, и даже если они говорят что-то не так, то мы выбрасываем просто это. От выбора тем я уже писала в фейсбуке о том, когда большая половина населения просто живет на уровне нищеты. Мы кричим об успехах, о каких-то миллионных контрактах, когда люди просто ломаного гроша от этого не получат. Просто я не хочу в этом больше участвовать. В «Хабаре» на 24КЗ была внутренняя инструкция о том, чтобы прекратить со мной всякие общения. Люди просто боятся. Плюс еще мои друзья некоторые здесь сказали о том, что посольство Казахстана в Лондоне уведомило людей, с которыми я общалась, чтобы они прекратили со мной общение. И это в определенном смысле скрытая угроза того, что они пострадают, их проекты пострадают, если они продолжат или будут замечены в активном общении со мной. Далее в программе. В российском городке Донецке возобновился судебный процесс над похищенной и вывезенной в Россию украинской летчицей Надеждой Савченко. На лжи о том, что Савченко якобы отпустили, строится обвинение в том, что Савченко пришла к границе. В украинском Донецке тем временем опять начались боевые действия. В Алма-Ате прошел концерт памяти культового казахстанского клювца Батархана Шукенова. Все деньги пойдут на образование его сына. На востоке Украины резко обострилась ситуация. Об этом сообщает штаб антитеррористической операции и донецкие сепаратисты. Украинские военные утверждают, что их позиции в выходные под Майорском атаковали до ста сепаратистов. После стрелкового боя опорные пункты украинской армии были обстреляны из минометов. За сутки восемь бойцов украинской армии получили ранения. А как заявляет командование сепаратистов, украинская армия подвергла интенсивным обстрелам западной окраины Донецка. Его жители в эти выходные сообщали в социальных сетях о разрывах крупнокалиберных минометных снарядов. На окраинах города, где не утихает стрельба, побывали наши корреспонденты. Накануне очередного раунда минских переговоров на Донбассе продолжают звучать выстрелы. Представители миссии ОБСЕ ежедневно выезжают на линию соприкосновения и фиксируют нарушение перемирия. Поселок Октябрьский, что находится в районе Донецкого аэропорта, остается горячей точкой на карте Донецка. По словам местных жителей, перемирие здесь никогда не работало, а теперь нарушается ежедневно. Это ужас. Учащаются, учащаются, учащаются выстрелы. Боево. Нет ни одного дня, чтобы не было разрушений. Ни одного. Мы уже здесь как зомби все. Мы уже перестали бояться. Мы здесь еще крутые и контуженные. Ну вот, пробили газопровод, здесь факел образовался, газовая труба. И по соседней улице тоже пробили газовую трубу, образовался факел. И от этого факела загорелся дом. А от этого дома загорелся соседний дом. Два дома сгорело. Несмотря на то, что теперь боевые действия идут менее активно, чем прошлой зимой, жители поселка все еще не решаются возвращаться в свои дома и восстанавливать разрушенное хозяйство. Те немногие, кто пытаются отстроить заново разрушенное, рискуют пострадать от новых обстрелов. Северная окраина Донецка по-прежнему остается линией фронта, а значит, остается вероятность боевых столкновений. Регулярные обстрелы окраин Донецка нарушают все договоренности по прекращению огня. Тем самым ставят под вопрос весь дипломатический процесс в Минске. Остается надеяться, что сторонам удастся найти общий язык и жители Октябрьского в скором времени смогут вернуться в свои дома и поселок перестанет быть зоной отчуждения. В Донецком городском суде продолжили слушания по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Показания в суде начала давать сестра Надежды Вера Савченко, которая в тот роковой день ехала за сестрой, чтобы отвезти ее в Киев, но сама оказалась в руках сепаратистов. По словам адвокатов, Надежда Савченко, официально признанная лицом вооруженных сил Украины, была очень важным трофеем, и сепаратисты не могли просто так отпустить ее на свободу. Таким образом, сторона защиты пытается доказать, что Надежда Савченко была именно похищена и вывезена на территорию России незаконно. Сегодня в Донецком суде выступала сестра Надежды Савченко, Вера. В тот роковой день, когда Надежда попала в плен, она пыталась вывезти ее в Киев, но сама оказалась в плену, провела там несколько дней, и сегодня рассказывала о подробностях этого периода своей жизни. На днях в суд прибыл украинский генерал Владимир Рубан, известный тем, что летом прошлого года он занимался обменом военнопленных, и в том числе пытался обменять Надежду Савченко на пленную сепаратистку Ольгу Кулагину. И Вера Савченко, и Владимир Рубан в один голос утверждают, что пленные в стане сепаратистов всегда рассматривались как важный ресурс, их можно было обменять на деньги, на вооружение, на других пленных. Сегодня стало известно, что показания Владимира Рубана не вошли в протокол судебного заседания, суд отказался их учитывать, и адвокаты надеются, что хотя бы показания Веры Савченко войдут в окончательный протокол, и им наконец-то удастся пошатнуть линию обвинения. На лжи о том, что Савченко якобы отпустили, плотницкий лично сказал, что он показал отпустить, на этой лжи строится и операция прикрытия того, что ее вывезли и похитили в Россию, и на ней же строится обвинение в том, что Савченко пришла к границе. Адвокаты Надежды Савченко сомневаются, что судебный процесс будет завершен до конца года. Скорее всего, судьба украинской летчицы решится в январе 2016 года. Елена Романова. Настоящее время. В Алма-Ате вспоминали Батырхана Шукенова. 8 декабря там состоялся концерт памяти, в котором казахстанские и российские звезды эстрады исполнили песни бывшего солиста группы А-студио. Он скоропостижно скончался 7 месяцев назад, и смерть Батыра для друзей и поклонников стала настоящим потрясением. Для поклонников Батырхана Шукенова этот вечер стал еще одной возможностью встретиться с любимым артистом. Репортаж Дмитрия Белякова. В Алматинском дворце республики вновь звучит Джулия. Казахская народная песня, как ее называл сам автор Батырхан Шукенов. Концерт памяти исполнителя – это полный зал поющих зрителей, десятки казахстанских и российских звезд эстрады и три часа живой, настоящей музыки. Мероприятие получилось не траурным, а наоборот было полное ощущение, что любимец народа Батыр жив и вот-вот сейчас сам выйдет на сцену подпеть своим друзьям. По задумке организаторов, Батырхан стал одним из соведущих концерта. На большом экране транслировались отрывки из его интервью. Он сам представлял некоторых артистов, выступающих на сцене, и даже исполнил одно из своих произведений под аккомпанемент струнной капеллы. Все участники концерта – друзья и близкие Батырхана Шукенова. Перечислять их имена слишком долго. Организаторы постарались дать возможность высказаться и спеть всем желающим. Некоторые артисты совмещали номера, пели дуэты. Исполнители старались поддерживать в зале теплую, дружественную атмосферу. Вспоминали личные впечатления от знакомства с Батыром, рассказывали, насколько важны для них были дружественные отношения с певцом. В финальной части концерта во время совместного выступления с группой А-студио, певец Владимир Пресняков попросил зрителей в зале встать и спеть вместе с ними песню «Белая река», отметив, что Батыру это бы очень понравилось. В фойе Дворца Республики тем временем проходила выставка рисунков «Песни Батыра глазами детей». Этот подарок организовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ в память о том, что Батырхан Шукенов первым из казахстанцев был избран послом доброй воли ЮНИСЕФ. Зрители концерта, в свою очередь, не скупились на теплые слова в память о кумире. В нем нет и не было помпезности, амбициозности. Он был настолько прост, он был настолько доступен. Мне кажется, любой подойди с улицы к нему, он так же, как со своим близким, так же, как со своим другом, я не знаю, близким человеком будет и разговаривать, и отвечать. Для меня Батыр был таким выдающим человеком. До сих пор его слушаю песни, даже иногда слезают чуть-чуть у меня. Памятный концерт стал первым крупным проектом общественного фонда имени Батырхана Шукенова. Стоимость билетов колебалась от 16 до 130 долларов США. Организаторам удалось обеспечить аншлаг. Все средства, собранные на концерте, будут зачислены на личный счет сына исполнителя Максут. Недавно в эфире российской программы «Пусть говорят», гражданская жена казахстанского исполнителя попросила помощи у меценатов и рассказала, что они были вынуждены выехать из дома в США после смерти Батырхана. Это благотворительное мероприятие. Средства все собранные, которые пойдут сыну Батыра Максуту. Вот. То есть, больше никуда. Это известная стена Батыра в центре Алматы. Несмотря на то, что артист ушел уже более полугода назад, возле нее свежие цветы. Пока еще нереализованных задумок у общественного фонда имени Батырхана Шукенова много. Весной начнется строительство культурного центра со школой звукорежиссеров, студии и музеем Батыра. Будут выпущены диски с теми произведениями, которые артист не успел донести до своего слушателя. Это маленькая толика. Это только первые шаги, чтобы увековечить память Батыра в человеческих сердцах. Не как государство, а как мы каждый гражданин, каждый человек. Потому что у каждого есть своя любимая песня. Своя Джулия, свой солдат любви. Свои же песни, твои шаги, с которыми он ушел. Он ушел в вечность, на небо. И оттуда он будет всегда с нами. А мы всегда, конечно, перед ним в долгу. Менее месяца назад силами близких и родных на могиле исполнителя появился новый памятник. С левой стороны изображение скрипичного ключа. Над ним 52 трубы музыкального инструмента органа. Каждая труба – это год жизни Батыра. Они выстроены по росту и заканчиваются на самой высокой ноте, высотой 2,15 метра. Года смерти певца. Напомним, Батрахан Шукенов скончался 28 апреля от сердечного приступа в своей московской квартире. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова